МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телерадиокомпании Гомель продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля и сегодня в программе. Возвращение зимы или день жестянщика. В области разбивались легковушки, а под Мозырем погибли спасатели. Контрабанда в 3 миллиарда, сотрудники таможни задержали партию строительных инструментов. Фирмы-однодневки, как страховая компания, вывела в московских фальсификаторов. И прохода нет, почему люди не желают подчиняться правилам и рискуют собственными жизнями. Не переключайтесь, потому что впереди все самое интересное. Один день зимы принес в Белоруссии немало бед. Из-за снегопада в дороге в стране превратились в полосы сплошных препятствий. А для тех, кто не переобул автомобили, и вовсе в ледовый аттракцион. 27 марта по праву можно назвать днем жестянщика. Только в Гомельской области за этот день произошло 40 ДТП. А в автокатастрофе под Мозырем погибли спасатели. Авария произошла на трассе Мозырь-Наровля возле поворота на завод «Этанол». Микроавтобус «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и там столкнулся с большегрузом. Водитель МАЗа пробовал уйти от столкновения, однако маневр не удался. В результате лобового удара обе машины отправились в кювет. В автомобиле «Форд Транзит» погибли два человека. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель МАЗа не пострадал. Как оказалось, позднее в микроавтобусе ехали сотрудники аварийно-спасательного отряда Мозырьского нефтеперерабатывающего завода. Называть конкретную причину аварии ГАИ пока не спешит. Предварительная и официальная причина – неблагоприятные погодные условия. Подробности сейчас выясняют эксперты. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Продолжение темы о ДТП. В Гомеле не так давно на улице Юбилейной перевернулся трактор. Авария произошла примерно в полдень. Водитель машины почувствовал себя плохо и не справился с управлением. В госавтоинспекции прокомментировали, что трактор опрокинулся, когда выполнял поворот налево. Машина наехала на бордерный камень, после чего опрокинулась. Причем так, что ее передняя часть оказалась едва ли не под прицепом. Кабина трактора претерпела механические повреждения. А вот сам прицеп, наполненный мусором, остался стоять на месте. В аварии пострадал водитель. Водитель с переломом ключицы был доставлен в больницу. Кстати, пострадал на этой неделе и водитель вот этого легкового автомобиля. 25-летний парень сам загнал себя в лужу. Уходя от преследования ГАИ, он не справился с управлением. Съехал с трассы, угодил в болото и перевернулся. На счастье водителя машина не загорелась. Парни смогли вытащить спасатели. Водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудников госавтоинспекции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок к этому у него не было водительского удостоверения. Пострадавший был доставлен в больницу, а его старенькая Ауди заняла почетное место на стоянке госавтоинспекции среди разбитых автомобилей. Семь тонн бензинового и дизельного топлива хотел вывезти гражданин соседнего государства из Беларуси в Россию. Горющее должно было перейти в руки сомнительным предпринимателям, которые, как утверждают правоохранители, уже не в первый раз организовывают подобные рейсы. К слову, дизельное топливо и бензин сейчас в нашей стране стоят меньше, чем у соседей. А потому для некоторых нечистых на руку дельцов торговля горючим более чем привлекательный бизнес, пусть и нелегальный. Наши корреспонденты почитали стоимость последней партии. Этот бензовоз правоохранители остановили в районе населенного пункта Селище Добружского района. Еще немного и машина пересекла бы границу. А там, как говорится, ищи ветра в поле. Все семь тонн горючего стоимостью примерно 45 миллионов рублей достались бы коммерсантам из России. Свой бензовоз эти люди уже поджидали в оговоренном месте. Но не сложилось. Машину задержали сотрудники АБЭП Добружского РУВД и патруль госавтоинспекции. Никаких документов на топливо у водителя при себе не оказалось. Только чеки с автозаправочной станции. Такие крупнотоннажные машины не имеют права заправляться на стационарных точках, то бишь автозаправочных станциях. А должны заправляться на нефтеперерабатывающих заводах. Грузовик заехал на ближайшую границу бензоколонку и заправился там аж 40 раз. За один круг водитель заливал по 200 литров. Больше не позволял лимит. В обратный путь бензовоз отправился лишь когда полностью наполнились цистерны. В одну из них вошла солярка, а в другую бензин. По 3,4 тонны соответственно. За свой жидкий груз водитель заплатил порядка 6 тысяч долларов. Хозяин пояснил, что да, действительно имеют такое свойство быть, что приезжают с такими машинами в Республику Беларусь именно для того, чтобы заправиться бензином и дизельным топливом. На владельца бензовоза сейчас составлен административный протокол. Проведена проверка. Все материалы направлены в суд. Контрабанду на сумму в 3 миллиарда рублей задержали сотрудники Гомельской таможни. Нелегально перевозимый товар был выявлен в двух пунктах таможенного оформления. На станции Гомель-Нечетный в одном из контейнеров правоохранители обнаружили неправильно задекларированный товар. В партии надувные лодки и каркасные бассейны. Всего около 350 товарных позиций. Общая стоимость груза свыше 1 миллиарда 200 миллионов белорусских рублей. Это самая крупная партия соответствующей категории товаров, которая была выявлена за последние десятилетия. Кроме этого, в пункте таможенного оформления Калинковичи сотрудники отдела по борьбе с контрабандой обнаружили контейнер, заполненный шлифмашинками и другими инструментами. Он направлялся из Литвы в Украину. Количество заявленного товара расходилось с фактическим, а потому груз, который перевозился в контейнере, был задержан. Впоследствии он был обращен в доход государства. Почти три тысячи комплектов инструментов эксперты оценили в миллиард 700 миллионов белорусских рублей. Общая же сумма двух партий – порядка трех миллиардов. Меж тем, в последнее время активизировались и нелегальные торговцы мобильной техникой. Контрабанду непромаркированных специальными знаками сотовых телефонов задержали сотрудники налоговой инспекции. По данному факту составлен административный материал, который будет передан в хозяйственный суд Гомельской области. Предусмотрена административная ответственность в размере до 70 базовых величин с конфискацией данных мобильных телефонов. Конфискованная партия нелегально реализовывалась на одном из рынков Гомеля. Все телефоны – китайского производства. Подделки под известные торговые марки. Цена за один телефон варьировалась от 700 тысяч рублей до 2 миллионов. А общая сумма партии составила около 4,5 тысяч долларов. К длительному сроку лишения свободы приговорен судом первой инстанции гражданин Таджикистана, который обвинялся в поставке наркотиков в наш регион. Чуть более года назад уроженец Средней Азии был задержан правоохранителями за то, что перевозил 4 килограмма героина и 1 килограмм гашиша. Наркотические вещества были расфасованы в полиэтиленовые пакеты и проклеены скотчем. На каждой упаковке имели специальные отметки, своеобразные знаки качества, свидетельствующие о том, что героин и гашиш были изготовлены в Афганистане. Задержанный груз представлял собой лишь часть всей партии наркотиков, подготовленной к отправке в страны Западной Европы. Беларусь была лишь точкой на трассе, через которую проходил наркотрафик. Героин следовал транзитам также через Таджикистан и Россию. Благодаря спецслужбам нашего государства наркотрафика не только удалось вскрыть как злокачественную опухоль, но и пресечь стрелую сеть наркодилеров в Афганистане, в стране производителя наркотика. В настоящее время он осужден судом первой инстанции, приговорен к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в контрабанде наркотических средств, а также в незаконном приобретении, хранении избытиев. Компания «Белоксимгарант», которая занимается страхованием экспортных рисков, смогла разоблачить московскую фирму-однодневку. Сотрудники организации выполняли обычный заказ своего контрагента, а в итоге уличили российскую некоммерческую структуру в подделке уставных и гарантийных документов. На одном из них, кстати, оригинале стояла подпись самого губернатора Московской области. Документ, заверенный столь высокопоставленным чиновникам, якобы подтверждал, что фирма действительно существует, однако проверка показала обратное. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Эти документы с яркими оригинальными печатями, подписями руководителей и даже губернатора Московской области – ничто иное, как хорошо замаскированная липа. Сладкая наживка для белорусских и зарубежных экспортеров. Распознать, что это фикция, сходу было трудно даже специалистам. Понадобилась детальная проверка. В ходе двухнедельного сопоставления данных сомнений не осталось. Если бы наш экспортер заключил с московской фирмой контракт, то с первой партией продукции он бы, несомненно, попрощался. Первые две отгрузки были в районе 40 тысяч долларов. Общая сумма – порядка 120 тысяч долларов по ставке на экспорт. Особая ставка фальсификаторов, вероятно, делалась на название контрагента. Аббревиатура московской фирмы звучала громко и убедительно. Это управление делами правительства Московской области. То есть само название подразумевает то, что партнер солидный, серьезный. Были представлены документы, подтверждающие полномочия руководства данной компании, подписанные губернатором Московской области Громовым. В комментарии по телефону сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Фирма, которая якобы управляет делами правительства Московской области, в действительности не существует. Правоохранителям России теперь нужно выяснить, кто за этим стоит, а также откуда взялись печати и поддельные документы. Возбурдено уголовное дело. Сотрудники транспортной милиции на этой неделе вышли на пешеходные переходы Гомеля, чтобы обеспечить людям безопасность. В рамках акции «Декада без травматизма» милиционеры посетили места, где пешеходы пренебрегают правилами перехода железнодорожных путей. В отдельных случаях и вовсе не желают о них даже слышать. Почему так получается, разбирались корреспонденты де-факто. В туалет сколько существует Брюлёва, столько здесь ходят. А сейчас вы нарисовали. Этот переход, что находится в конце улицы Советской, неподалеку от путепровода, таит смертельную опасность. Место не оборудовано специальными знаками, в то время как тепловозы здесь проезжают часто. Не желая идти в обход, жители посёлка Брюлёва каждый день переходят здесь железнодорожные пути и рискуют собственными жизнями. Тут столько людей, поломали ноги, и ноль эмоций писали. Люди пользуются этой тропинкой, потому что не хотят преодолевать лишнее расстояние. Чтобы добраться до оборудованного перехода, идти нужно километр, а потом ещё столько же по полю. Вот и рискуют местные жители, каждый день подвергая опасность не только себя, но и своих близких. Вот, а нам туда и туда, мне туда и туда, и обходите, это же я не пройду до 7 часов. Так можно, нам через 2 часа ездить? Конечно, всех предупредить об опасности правоохранителям не удалось. Да и поговорить с некоторыми из пешеходов было трудно. Уж слишком агрессивным было настроение. Ведь у жителей агрогородка Брюлёва это наболевшая проблема. Власти города обещали людям построить надземный переход. Но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. Три года назад писал, обещали к Новому году, 11-го года. 11-го года обещал исполком. А уже какой год? 12-й. Вы письменно обращались? Да. Я думаю, что мы этот вопрос в ближайшее время рассмотрим на постоянно действующей комиссии по непроизводственному травматизму в Гомельском отделении Белорусской железной дороги, где поднимем вопрос о том, чтобы предпринять какие-то технические меры. Кстати, там, где людей было поменьше и сдерживать толпу не приходилось, милиционеры выписывали штрафы. Квитанции получили те, кто переходил рельсы под путепроводом. В ходе акции правоохранители задержали даже школьников, по вине которых грузовому составу пришлось совершить вынужденную остановку. 50 метров справа, от стороны железной дороги, двое нешестнолетних накладывали камни на рельсы, которые были задержаны. И сейчас будет проводиться в отношении этих двух нешестнолетних проверка. Акция транспортной милиции продлится до конца недели. Правоохранители призывают граждан к сознательности и просят не нарушать правила поведения на объектах железной дороги. На этом наша программа завершена. Смотрите де-факто в следующий четверг, как обычно, на телеканале Беларусь-2. Успехов и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова